Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа «Вести» Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. За время пандемии в стране выросла безработица, не стала исключением и наша республика. О мерах поддержки безработных людей расскажем в нашем выпуске. Говорят, майский мед считается одним из самых лучших, о полезном и экологически чистом продукте, расскажет гость нашей программы. Во Дворце спорта «Юбилейный» состоялся всероссийский ежегодный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти мастеров спорта России Тимура Шибзухова и Мухтара Сакиева. Завтра последний день масштабного онлайн-голосования по благоустройству общественных территорий. Напомню, население на выбор предложено три города – Черкесск, Кузь-Джигутай и Карачаевск. После завершения процедуры голосования общественная территория с наибольшим количеством голосов будет включена в план благоустройства на 2022 год. Проголосовать можно на единой федеральной платформе за.городсреда.ру. Пандемия внесла большой экономический урон экономикам всего мира. Россия не стала исключением. В стране выросла безработица, не стала исключением и наша республика. Для поддержки людей, лишившихся работы в этот период, государство ввело меры поддержки. Подробнее о них рассказали в Республиканском управлении Центра занятости. В текущем году службой занятости реализуются два мероприятия дополнительных, которые направлены на поддержку безработных граждан, пострадавших от коронавирусной инфекции. Это два основных мероприятия, которые утверждены постановлением правительства. И первое из них – это стимулирование найма безработных граждан. Суть данного мероприятия заключается в следующем. Работодатели, которые принимают безработных граждан на работу, им государство возмещает расходы. Субсидия, размер субсидии равен трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенной на страховые износы. Это где-то примерно 50 тысяч у нас получается. Кто может принять участие? Принимают участие работодатели всех форм занятости. Это и частные индивидуальные предприниматели, это и бюджетные организации, и юрлица, и любой формы собственности. Есть к ним требования. Могут принимать участие не фирмы от Натневки, а юридические лица бюджетной организации, которые зарегистрированы были на 1 января 2021 года. Второе мероприятие – профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование безработных граждан. Это мероприятие предусмотрено для определенных вокруг лиц. Это наиболее уязвимая категория у нас. И для поддержки именно этой категории предусмотрено данное мероприятие. Участниками мероприятия могут быть безработные граждане, граждане, обратившиеся в службу занятости, как ищущие граждане 50 лет и старше, мамочки, находящиеся в декретном отпуске по уходу за детьми, и женщины, которые не находятся в трудовых отношениях, но и не работают. Они воспитывают детей дошкольного возраста. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Олива прошли 17-е большие Кирилломефодьевские чтения. Традиционно данная конференция собрала лингвистов, литературоведов, историков, философов, богословов, изучающих историк истоки славянской культуры. В этот раз мероприятие прошло в рамках Года науки и технологий. Участники отметили, что наследие славянской культуры и письменности многие десятилетия объединяют различные народы нашей республики и дают им возможность приобщения к мировой цивилизации. Многие доклады были посвящены взаимодействию культур межнационального пространства Северного Кавказа. Также в рамках чтений прошли секционные заседания, в ходе которых состоялось обсуждение истории современности, литературы и журналистики. Помимо этого было отмечено, выступления будут изданы отдельным сборником материалов. В 17-й раз в нашем университете проводятся Кирилл и Мефодиевские образовательные чтения. И много было выступавших за эти 17 лет на площадке этих чтений. И замечательные гости и приезжали, и приезжают, и будут приезжать, я надеюсь, к нам на это мероприятие. Именно осознавая, насколько важно говорить сегодня и о современном образовании, и о педагогике, и о ее проблемах, и о способах преподавания, именно на таких широких площадках, там, где своим мнением могут обменяться учителя. Ведь здесь, на площадке чтений в университете имени Умара Алиева, мы слышим учителей. Не тех теоретиков, которые, может быть, никогда и в школу не заходили, но считают что-то правильным, а что-то неправильным. А те, кто работает в школе с детьми, они делятся здесь своими проблемами, трудностями. Они делятся здесь, самое главное, своими наработками, что получается и что не получается. И вот этот обмен мнениями именно в Карачаевском государственном университете, учебном учреждении, выпускающем педагогов, является чрезвычайно важным и актуальным на сегодняшний день. А какой будет погода на выходные дни, узнаем прямо сейчас. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Благодаря их труду человечество употребляет такой полезный продукт, как мед. Речь, конечно же, идет о пчелах. По мере становления сельского хозяйства росло и значение этих насекомых для естественного опыления растений и получения обильного урожая. Для их разведения необходимо знание их строения и условия содержания, осведомленность и навыки по уходу за пчелиными семьями. О пчеловоде и его полосатых питомцев расскажет Карчабиджиев. Пчеловодством люди занимаются с древних времен. О полезном свойстве меда говорил еще Авиценна. Он говорил, сладкое лекарство укрепляет душу и придает бодрость. Поэтому неудивительно, что пчеловодство так развито в нашей республике. Евгений Кунгурцев занимается пчеловодством уже более 20 лет. А началось все с двух ульев, которые были у его тестя. Поначалу Евгений просто наблюдал, а после решил попробовать сам. И вот результат. Замечательная пасека, за которой он ухаживает по сей день. За сезон получает до 100 килограммов меда. Прирост пчелы. Значит идет первый нектар. Вот пошел побелка. Побелка это выделение свежего белого воска. Девственного, как говорится. И вот он вот первый медок. Как раз. Вот крайние рамочки. Сейчас посмотрим. Далеко. Здесь не будем, чтобы не удоражить. Значит вот уже видно свежий мед. Вот он. Это самый, что ни на есть майский мед. Майский мед со слов пчеловода считается одним из лучших. К примеру, акация, которая выделяет свой нектар, может храниться в жидком виде до трех лет. Но пчеловод должен создать для пчел благоприятные условия. Ведь сбор меда в мае набирает максимальные обороты. Для пасечника это самый важный период. Самая основная работа, это сейчас идет наращивание пчел на дальнейшие виды взятков. Надо поднять пчелу, поднять, то бишь нарастить, подготовить ее к дальнейшим медосборам. И соответственно, значит, не допустить раения, сохранить мощную силу семьи. И тем самым мы получаем хорошие медосборы. Евгения Кунгурцева тревожит и проблемы, связанные с пчеловодством, способствующие сокращению количества пчел по всей стране. Бесконтрольная обработка полей ядохимикатами ухудшает экологию и ведет к недобору меда. Реально больная тема. И мы, получается, как мышка от кошки бегаем, от сельхозпроизводителей. Хотя, вроде бы, должны дружить вместе, друг другу помогать. Помогать, что мы им на опыление, а они, чтобы нам более или менее что-то сеяли. Ту же гречку, тот же рапс. Ну, много не надо. Просто заранее извести пчеловодов. Пасека стала неотъемлемой частью жизни Евгения. На первом месте семья, а вторая моя любовь – пчелы, признается Евгений. Человека, не любившего пчел, невозможно заставить работать, ведь это тяжелый труд. Но он успокаивает нервы и дает чувство удовлетворения. Я всегда работаю с душой, говорит пчеловод. Как много энергии она выделяет, сколько много она работу производит. Это сильно, это трудно объяснить, конечно. Но семья пчел – это единый организм, который работает и приносит такую пользу нам огромную в виде меда и всех продуктов пчеловодства. Прополис, пыльца, перга, маточное молочко, трутневое молоко, гемогенат и куча других полезных продуктов. Тарча Биджиев, Расул Бердиев. Вести Карачаева, Черкесия. Прикубанский район. Во дворце спорта юбилейный состоявся всероссийский ежегодный турнир по вольной борьбе «Кубок дружбы». Он был посвящен памяти мастеров спорта России Тимура Шибзухова и Мухтара Сакиева. За победу на соревнованиях боролись юноши 2004-2007 годов рождения. Как проходил турнир и кто одержал победу, и какой был подготовлен приз для лучших спортсменов, расскажет Альбина Ламкова. На турнире по вольной борьбе «Кубок дружбы» участвовали команды из всех городов и районов республики. В каждой по 13 человек. В официальной части соревнований рассказали о мастерах спорта Тимуре Шибзухове и Мухтаре Сакиеве. Они ушли рано из жизни, но успели стать не раз победителями по вольной борьбе и завоевать множество наград на различных всероссийских турнирах. Соревнования были эмоциональными. Вот тут-то каждый спортсмен и показал, сколько было вложено труда и сил во время тренировок. Стенка на стенку – таков был формат встречи между спортсменами. Призовой фонд турнира – 180 тысяч рублей. На туше начинал, говорят, синий битвок. Мне нравится детская борьба, потому что она бескомпромиссная, она непрактичная, она авантюрная. А это нравится зрителям, это много технических действий, неподдельные эмоции, азарт, ажиотаж. Это все, конечно, украшает нашу спорту, такая борьба. Уже близок и финал турнира Кубок Дружбы. Соревнуются за выход в него две команды из Абадинского и Ногайского района. И, конечно же, каждый из них хочет одержать победу. Встреча принципиальная, это встреча за выход в финал, встреча Абадинского района, Ногайского района. Эмоций, страстей много, но покажет результат. Кто больше тренировался, тот и победит. Могу сказать, что у нас сейчас идет подъем. Я очень рад, вот у нас турниры проходят, и очень перспективная молодежь есть у нас. Явный фаворит это Ногайский район, так как они идут и показывают, что они явные фавориты. И, походу, три круга они выиграли. Сейчас тоже выигрывают они у Абадин. Я думаю, что они фавориты всего турнира. В борьбе стенка на стенку обладателем Кубка и первой степени педестала стала команда из Ногайского района, выиграв 100 тысяч рублей. На втором почетном месте оказалась команда Зеленчукского района с призом в 50 тысяч рублей. Оставшуюся сумму третье место присудили команде из Хабесского района. Альбина Ламкова, Мусали Шаков, Мухаммед Шибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. На этом субботний выпуск Вести подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Субботний выпуск Вести подошел к концу.